Всем привет! Тут в комментариях задали интересный вопрос. Собственно говоря, когда-то давно я тоже читал такую информацию, но не находил ни опровержения, ни подтверждения данной информации. В общем, смотрите, есть два редуктора. Вот это у нас Stihl FS450K, вот это оригинальный родной редуктор Stihl FS450. Вроде бытует мнение, что угол наклона, видимо, у этих редукторов разный. Вот я сейчас приложил, посмотрел, абсолютно одинаковый редуктор. И когда я покупал на 450-й Stihl запасной редуктор, как запчасть, задавал этот вопрос, то есть на меня рассмотрели как на дурачка, сказали, что они на всех трех Stihl одинаковые. Напомню, что у 450-го Stihl есть еще версия L, которая на 10 сантиметров длиннее, чем обычный 450-й. Вживую никогда не видел, пытался заказать, но не готовы были мне его привезти. По передачным числам, к сожалению, ничего подсказать не могу, потому что, ну, здесь понятно, что на редукторе я могу посчитать передачное число, а вот как его посчитать на неразобранном, честно, не знаю. И, конечно, скорее всего, можно открыть крышку и попробовать посчитать, пометить, но это все сложно. Сейчас вот увидел здесь каталожный номер и знаю, что этот редуктор точно родной от 450-го, этот родной от 450-го. Сейчас я вот этот почищу и мы с вами сравним каталожные номера. В общем, смотрите, вот два редуктора. Верхний от 450-го, нижний от 450-го. Визуально цифры очень похожи. 41, 28, 64, 10, 10. И дальше идет 306. Вот у этого редуктора, а вот у этого редуктора 360. И в конце буква А. То есть не знаю, что это. Видно, что и маркировка по-разному написана. Либо это просто разное обозначение, потому что выполнено на разных заводах. Либо где-то это подделка, а где-то оригинал. Но получается отличие в последних крышцах. Либо 306, либо 360. А если кто-то занимается запчастями, знает, что к чему, то, собственно говоря, напишите. Потому что, повторюсь, передачное число мне лень считать. Ну а внешний вид у редукторов одинаковый. Вот фактически отличается только надпись. Именно ее исполнение. Ну и последние три цифры получаются. Разные. Точнее, в разной последовательности даже цифры одинаковые. Просто разная последовательность. Насколько это принципиально, не знаю. Но, собственно говоря, что смог снять, то вам показал. Ребят, собственно говоря, вопрос, который меня заинтересовал уже после того, как я снял первые два видео. Это какой же редуктор у меня стоит, ну, из запчастей, которые я покупал через два года после покупки триммеров. А он, получается, вообще третий. Вот в кружке буква У. Ну это, скорее всего, латиница и месяц производства, так я думаю. Не уверен. И цифры 41, 28, 64, 10, 306А. Вот так, наверное, даже получше видно. Вот, собственно говоря, можно сравнить, посмотреть, подумать, насколько они одинаковые. И, собственно говоря, что этот каталожный номер означает. Ну, на сегодня пока все. Пишите в комментариях, кто что думает. Может кто-то действительно занимается запчастями и знает, что это все означает.